В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студиал Сущепотева. Здравствуйте! Уборочная страда в нашем районе подходит к концу. И пока позволяет погода, аграрии стараются убрать оставшиеся площади. Всего обмолочено 93% озимых иеровых культур. Средняя урожайность 20 центнеров с гектара. Собрали более 44 тысяч тонн зерна. Полным ходом в сельскохозяйственном кооперативе «Колхоз Восток» идет уборка кукурузы. В этом году в хозяйстве посадили ранние сорта кукурузы. Теплое лето благоприятствовало ее росту. И в начале недели приступили к уборке. Всего предстоит обработать 190 гектаров площадей. Ежедневно два кромоуборочных комбайна осваивают 40-50 гектаров. Уже более 30 лет комбайнером работает Альфид Широкисламов. Признается, что сейчас работать легче. Раньше техника часто ломалась. Много времени уходило на ее ремонт. Родился здесь, до армии начал работать. После армии на ферме работал. Потом на тракторе. С трактора, когда весенний сезон на тракторе, летом, когда сыношку, силос на комбайне работал. Сейчас работаю. Потом трактор списали. Беларусь. Сейчас сила закончим. В Беларуси она начала работать. На комбайне почти 30 лет работаю. Начал на КСК-100. На двух работал. Потом этот комбайн. Я сам пригнал из Уфы. Комбайн мощный, девятель. Хорошая и тянет. И производительная большая. Чем вот КСК-100. Сейчас, если посмотреть, то техника новая пошла. С блоком управления, с компьютерами. Посложнее стало. Раньше как работали. Молоток до зубилы, говорят. Так работали. А сейчас не так. Сейчас надо головой работать. Вот у меня вот сынок тоже учится в Сельхозакадемии Ижевске. Говорю, учись получше. Сейчас ведь вся техника пойдет такая же. С компьютером. Может вообще за коллеги не будет сидеть уже. Там дома будет сидеть. Да, будет работать. Ну, по сравнению с прошлыми годами, стало лучше. С техникой особенно легче стало работать. Ну, там, самое хорошее, это если кондиционер есть. Вот у меня есть, нормально работает, не устаешь. Ни пыли нет, ни грязи нет. Вот так. Раньше приходили с работы как чумазые. А сейчас нет такого. Нормально. Активно идет работа не только на полях, но и на зернотоке. К 6 августа в хозяйстве убрали все зерновые. Сейчас идет очистка, сортировка и калибровка будущего посадочного материала. Также в хозяйстве заложились и наши упаковки. Убрали 250 гектаров многолетних трав. Нынешняя уборка началась сначала очень тяжело. Были дождей. Сначала не поспевало. Потом погода, дай бог, дала. Вот очень благоприятная была. У нас зерновые нынче занимало 1800 гектаров. Благо, уборке очень помогла техника, которую к нам купили через лизинг. На общую сумму техники только нынче было куплено на 26 миллионов. Вот еще одна техника КСУ. Самоходная косилка должна прийти на днях, на недели. Но это уже на следующий год планы. Вот пришли. Вот комбайн пришел, кировец. Зяг идет своим ходом. Вот своим ходом. Где-то порядка 500-600 гектаров всего осталось. Вот под кукурузой. Параллельно идет прессование соломы. Два пресса, два импортных пресса прессуют. Параллельно два трактора Куна и один подвозчик возят эти соломы. И параллельно закладывали сенаж в упаковке. Второй укос. В целом, урожайность в этом году очень хорошая, нормальная. Багода позволила и зерновым, но надо заниматься удобрениями. Поля, где внесли сложные удобрения, на порядок дали больше урожай. Вот планы в следующий год. Пусти два раза надо увеличить именно сложные удобрения. Вот мы это нынче очень наглядно показала по урожайности поля. Именно те, где вас внесли, те больше 25-ти лет не равновало. А те, что не внесли, 18-17. Реконструкция фермы идет. Сегодняшний день заканчивается. По плану 15-20 числах загоняем на летние и зимние содержания скотину. Крупный рогатый скот. На стадии завершения этой реконструкции. Вот она порядка 6 миллионов туда вложена. Вот на днях подрядчикам договор заключен. Начинаем строительство ангара для хранения вот этой купленной техники. Подрядчикам заключен договор с окончанием до 1 декабря. Ангар будет 15 на 70 метров. Высотой 6 метров. Вот полностью вся техника должна на зимние хранения туда уйти. В настоящее время продолжается прессование соломы и закладка кукурузы на силос. Зеленую измельченную массу консервируют на зиму. Благодаря этой технологии силос сохраняет большое количество микроэлементов. И обязательно входит в рацион скота. При закладке зеленой массы в силосные ямы ее специально уплотняют, чтобы удалить лишний воздух. Таким образом, слой за слоем заполняют хранилище. По словам аграриев, хотя уборочная страда еще не завершена, уже можно подвести первые итоги. В целом, они положительные. Количество и качество урожая удовлетворительны. И кормов должно хватить для зимовья скота. А их в хозяйстве немало. Более полутора тысяч коров и лошадей. Покупка новой техники, современные технологии выращивания и уборки культур, а также большой вклад каждого работника в общее дело приносят свои плоды. Гульнара Ситти, Каванил Сафид, Служба новостей, Янаульское телевидение. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 10 сентября. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришли индивидуальные предприниматели нашего города с вопросом газификации объектов недвижимости. Также на встрече присутствовали представители организации «Газпромраспределение УФА». Участники встречи обсудили проблемные моменты, возникшие при реализации проекта и способы их решения. Озвучили необходимые дальнейшие шаги. В продолжении встречи были озвучены этапы реализации инвестпроектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. В 2018 году нас, пятеро предпринимателей, решило провести газификацию для целей предпринимательства, для производственных целей. Это объекты, которые находятся на улицах Обезная 5 и Обезная 7. В общем, по сегодняшний день мы не можем подключить газ, то есть воспользоваться отоплением через газификацию. Обратились за помощью к местной администрации. Вот сегодня состоится у нас комиссия совместно с Гассервисом Нистикамским. Надеемся, что эта проблема решится, и мы все-таки получим голубое топливо. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 8101 человек. За сутки выявлено 29 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 10 сентября в Янаульском районе зарегистрировано 366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 2 пациента со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 4 пациента переведены в госпиталь города Нефтекамска. И в республиканские учреждения переведены 2 человека с диагнозом коронавирусная инфекция. 16 пациентов на сегодня находятся на амбулаторном лечении с легким течением этого заболевания. Выписано с выздоровлением 330 пациентов. Итого на данный момент в районе 24 пациента получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантин на 14 дней находятся 7 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 49 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 118 янаульцев. Все подразделения Наульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. Ежедневно не менее 50 заборов мазков на COVID проводятся в поликлинике. За период с 3 по 10 сентября в районе выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 школьника и 1 учитель. Контактные дети отправлены на самоизоляцию. Необходимо в учреждениях образования строго проводить утренний фильтр с термометрией и не допускать на работу и на учебу людей с признаками респираторного заболевания. Также строго надо соблюдать кратность санации воздуха и проветривания помещений. Населению района рекомендуем продолжать соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! Найти занятие по душе своему ребенку мечтает каждый родитель. В среду 9 сентября им представилась такая возможность. Во всех учреждениях дополнительного образования прошли дни открытых дверей. Какую смену учиться? Первая. Вот отлично. Ежегодная районная акция «Приведи ребенка в мир творчества и спорта» прошла в этом году в непривычном формате. Если раньше все учреждения презентовали себя на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», на этот раз гостей здесь встречали только тренеры. Настольные игры, баскетбол, футбол, волейбол, восточные виды единоборств – выбирай на вкус. Пополнит этот список и новый вид спорта. В нашем учреждении культивируется 14 видов спорта. И один из них сегодня в этом году вводим новый вид спорта – это стрельба из традиционного лука. Тренер у нас был в штате уже, имелся специалист по стрельбе из булка, кандидат на стера спорта по скиярду. Он молодой специалист. С нетерпением изобретателей, фантазеров и активистов ждали в станции юных техников. Ребята смогли познакомиться с педагогами и выбрать себе объединение по интересам. Нам рассказали про кружки. И куда-то захотел? На карте. Мы вообще знали, как устроена гоночная машина. В станции юных техников работает более 30 кружков, объединений по трем направленностям. Это художественная, техническая и естественно научная. Сегодня мы принимаем всех детей, родителей к себе в гости, наши двери. Сегодня и в последующие дни будут, конечно, для вас открыты. Поэтому вы можете записаться, уточнять время начала занятий и какие у нас есть объединения. Будем очень рады каждому и всем. Помимо того, что наши ребята занимаются в объединениях, они также участвуют в различных конкурсах. Поэтому это важная информация, наверное, больше для родителей. Они участвуют в конкурсах как муниципальных, так и республиканских, ну и, конечно, российских. И даже бывают и международного уровня. У нас занимаются дети от 7 до 18 лет. Из расчета тех объединений, которые у нас есть, мы готовы принять где-то примерно 900 ребят. Праздничная атмосфера с утра царила и во дворце молодежи. Записаться в активисты можно было прямо на улице. Хотите петь, танцевать или давно мечтали попробовать силы в актерском мастерстве, тогда вам точно сюда уверяют организаторы. В этом году мы начинаем набор молодежи. Дворец молодежи подразумевает именно работу с рабочей молодежью, с молодежью школьной, со студентами. И поэтому мы в этом году решили создать такие клубы по интересам. То есть это вокал, это театр, танцы, даже мини-футбол. У нас сами изъявили желание играть молодые специалисты различных организаций. Они будут собираться по вечерам после работы и играть в мини-футбол. А также хотелось бы привлечь молодые семьи, потому что провести время вместе с семьей, это всегда его не хватает, как правило. Мы вечно в своих каких-то делах, и побыть просто вместе не удается, не всегда. И дворец молодежи, я думаю, послужил бы как раз тем местом, куда бы семья могла прийти вместе, и мы бы нашли для них занятие, как бы совместное занятие, и можно также отдельное занятие. То есть если мама занимается, допустим, танцами, то ребенка мы можем привлечь в кружку рисованию, лепки. В этом году мы набираем группы в парные танцы. И смысл этих парных танцев, чтобы молодые люди, пара, женатые, неженатые, или может быть даже не молодые, приходили к нам и проводили время вдвоем. Могли прочувствовать друг друга, побыть вдвоем. То есть это такого рода реабилитация отношений, так скажем. То есть того, что нам немножко не хватает в бытовой нашей жизни, тут вот это будет такой кружок, где они смогут немножко уединиться в таком плане. И еще в этом году у нас набирается новый набор патриотические клубы. Отец и сын называется. То есть мы набираем группу, где будет участвовать и папа, и его сынок. Там прекрасный у нас руководитель, Якуб Азат Маратович. Он научит и папу, и сына быть волевым, спортивным, сильным духом мужчины. Вместе с папой в дом пионеров и школьников сегодня пришла Алия Валиева. Для того, чтобы записать ребенка, необходимо заполнить заявление. Семилетняя гимназистка мечтает стать художницей. Увлечения поддерживают и родители. Часто рисую дома, фломастерами, карандашами и акварелью. Когда вырасту, я буду художником-легончаром. Я люблю рисовать животных, цветочки и природу. Я сюда пришла, чтобы записаться с папой на рисовалку. Четыре направленности у нас остаются, как и в прошлом году. Это художественная направленность, естественно-научная, социально-педагогическая и туристно-краеведческая направленность. Набор детей идет от 6 до 18 лет. Могут записаться любые желающие. Педагоги наши постарались, чтобы организовать объединение таким образом по интересам детей. В этом году возобновляет у нас объединение юной гитаристы свою работу и юный химик. Новым направлением в этом году у нас стало объединение «Деловой этикет». Деловой этикет направлен на детей более старшего возраста, 16-17 лет детей, то есть это 10-11 классы. А с Букообщением у нас программа направлена на обучение детей начальной школы. Здесь цель этих программ – обучить детей деловой разговорной речи, артикету, деловому стилю. День открытых дверей прошел во всех учреждениях дополнительного образования. Но педагоги и тренеры подчеркивают, что всегда рады новым воспитанникам. Активная запись в объединение будет проходить на протяжении всего сентября. В нашей республике живут представители более ста национальностей. Каждый имеет свои традиции, обычаи и одежду. 11 сентября в Башкирии отмечается День национального костюма. В преддверии праздника в нашей республике запустили флешмоб «Мой национальный костюм». Чтобы принять в нем участие, нужно выложить в соцсетях фото в национальном костюме или же с элементами национальной одежды. Сделать это можно 9, 10 и 11 сентября. Свою фотографию необходимо сопроводить хэштегами «Мой национальный костюм» – «Мили-костюм». Лучшие кадры участников окажутся в фотокалендаре на следующий год. К акции решила присоединиться и наша телекомпания. О том, как отметили этот день библиотекари, далее в нашем эфире. Праздник в республике утвержден не так давно. Национальный костюм – важная часть истории и культуры любого народа. Праздник «Живая нить времен» прошел в центральной районе библиотеки 10 сентября. Навстречу были приглашены учащиеся девятых классов средней школы номер один. Они узнали о том, как возникла идея создания этого праздника. С каждым годом он становится все популярнее. В нашем районе живут представители более 30 народностей. Из них больше всего башкир, татар, русских, хунмуртов и марийцев. Ребятам продемонстрировали их национальную одежду и рассказали о ее особенностях. Центральная библиотека и библиотеки района присоединяются к празднику и посвящают Дню национального костюма ряд тематических мероприятий. Это выставки-просмотры, краеведческие часы, исторический экскурс, флешмобы, презентации. Эти мероприятия пройдут онлайн и оффлайн режиме. Это очень интересная тема. Праздник, конечно, очень молодой. Он стал праздноваться только с 2019 года. Но, тем не менее, это очень важно, чтобы наши дети, подрастающие поколения, знали, в каких костюмах наши предки одевались. Что в этих костюмах, что особенного. Фартук, головной убор, допустим, обувь какая, какие украшения носили. Это важно знать, это для истории важно, чтобы сохранить вот эту нашу историю, традиции, быт наших народов. Когда одеваешь национальный костюм, это празднично, это чувствуешь патриотом своей родины, своего народа, допустим. Это очень красиво. Во-первых, там присутствуют украшения, головной убор, фартук. Все эти элементы дают какое-то восхищение, какой-то позитив и празднество. Сотрудники библиотеки подготовили выставку кука в национальных башкирских костюмах. Наглядно показали различия в одеянии, в зависимости от рода. Кроме того, была организована выставка книг, посвященная традициям и обычаям народа в Башкирии. Мне очень понравилось то, как они рассказали, показали главное. И рассказали о том, что Башкирия разделяется на 7 районов. И у каждого района свой костюм. Главное, они показали это вживую. И можно посмотреть потом, исходить в их музей и все это узнать больше. Для меня это все новое, потому что я сама не башкерка, и я русская. И для меня узнавать другую национальность очень интересно. Это для себя каждый выбирает, знать ему или не знать. Если он интересуется, то почему бы и не узнать. Или просто для интереса узнать, где ты живешь, какие национальные платья и все остальное. Когда вам рассказали, мне захотелось узнать еще немного больше. Не важно, какой это национальный костюм. Они сами по себе выглядят очень красиво. И будь у меня возможна, я бы, наверное, одела такое. Показ костюмов сменился музыкальными композициями. Перед участниками встречи предстала культура и самобытность каждого народа. Главное, чтобы каждый из ребят уважал и ценил историю культуры своего народа, отмечают организаторы. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульское телевидение. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами кратковременной дожди. Ветер южный и юго-западный ночью 1,6 метров в секунду. Днем 18-13 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 17, плюс 22 градуса. 11 сентября. День воинской славы России. В этот день русская эскадра под командованием Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. В ходе двухдневного морского сражения потери турецкого флота составили 2000 человек. У нас погиб 21 человек. Уцелевшие после разгрома корабли турок ушли из северной части Черного моря. Мешают соседи или крыша течет? Тогда скорее приезжайте к нам в магазин «Урал» на «Солнечный 4». Металлочерепица, профнастил собственного производства, заборный штакетник и все это быстро, качественно и недорого. А еще есть доставка. Телефон 8-986-701-82-17. Акция профнастил второго сорта – 180 рублей. Они вернулись. Газета «Вариант 52» снова с вами. Весь сентябрь частные текстовые объявления принимаются бесплатно. Уважаемые избиратели, приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Янаульского района Республики Башкортостан 13 сентября 2020 года с 7 часов утра до 21 часа. Если по состоянию здоровья, либо по другой уважительной причине вы не сможете прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию со 2 сентября 2020 года до 15 часов 13 сентября 2020 года. Со 2 по 12 сентября 2020 года избиратель, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно в помещении из соответствующей избирательной комиссии. К перечню уважительных причин для досрочного голосования относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей. Время досрочного голосования в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, маску и перчатки. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательны. Телефон 5 0402 5 28 71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 5 0402 5 99 95. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их.